Девушки отдыхают Теперь нас не только слышно Но и видно Никогда не нужно слушать, что говорят цветы Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом Антуан Акзюпери Доброе утро, друзья, все, кто нас слышит Доброе утро всем, кто нас видит Это Будильки Шоу Анголицына Максим Попов Накануне всеми любимого международного праздника 8 марта Мы вещаем в новом формате Вот такой приятный подарок подготовила Национальная телерадиокомпания Традиционно в этот день Женщинам принято дарить цветы И именно этой замечательной, красивой Цветочной теме мы решили Посвятить сегодняшний эфир О цветах мы говорим сегодня в широком смысле слова Что дарить, кому дарить Как преподносить букет И какие слова при этом говорить Ну, коль скоро мы заговорили с тобой о том Какие цветы кому дарить Обязательно скажем, какого цвета Кстати, Анюта, этот цветочек Этот букетик С такими замечательными цветами Надеюсь, тебе понравится Для тебя специально Красота Спасибо большое Поднял настроение мне с утра И всем мы тоже желаем Отличного утра Бодрого настроения Это будильники шоу Мы начинаем Друзья, мы продолжаем музыкальный эфир Крямо сейчас На наш фауна Друзья, мы продолжаем 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 А вот охапки роз, допустим, дарят юбиляру, или если хочешь сделать предложение, руки и сердце своей будущей возлюбленной супруге, можешь вот такой красивый. Представляешь, живешь ты 130 лет, а тебе дарят букеты 130 любых цветов, я не знаю, каких, роз, либо гвоздик не красного цвета, они не любят, как мы выяснили, ну и так далее и тому подобное. Ну, наверное, да, здорово, интересно. Ну, а если ты идешь знакомиться с родителями будущей супруги, то нужно подарить букет не только ей, но и ее маме. Ну да, это все такой цветочный этикет, но это вообще даже, мне кажется, не только цветочный, это вообще из разряда общего этикета. Вот женщинам принято дарить розы. Красные розы выражают любовь, привязанность, страсть, их можно дарить возлюбленной, матери, а вот бабушке дарить букеты из красных роз, это считается мавитоном. Вообще, молодым девушкам принято дарить нераскрывшиеся бутоны, ну, потому что молодая девушка, у нее все еще впереди, хотя некоторые любят и раскрывшиеся, между прочим, цветы, как выяснилось в моей, по крайней мере, практике жизни, да. Но, тем не менее, вот нужно дарить нераскрывшиеся молодым девушкам, и желтый цвет символизирует разлуку, поэтому здесь нужно быть аккуратным. То есть, если ваша возлюбленная любит желтого цвета, цветы, обязательно поинтересуйтесь у нее, какие, и тогда вы дарите. Ну, наверное, к хризантемам это не относится. Ну, ты знаешь... Или мимозам. Ну, именно мимозам. Ну, потому что, видимо, 8 марта появляются только что у нас тюльпаны и мимозы, и уже так вот пошло. Ну, правда, сейчас в цветочных магазинах большое разнообразие и выбор огромный просто. Ну, и желтый цвет можно добавить вот так, мне кажется, точечно. И я бы даже не подумала, что этот цвет разлуки. Очень красиво украсили. Да, потому что этот букет собирал человек, знающий, что куда, мне кажется, поставить. Вообще, вот розовые или белые цветы символизируют чистоту, нежность их дарит обычно молодым девушкам. Ну, это в нашей культуре. А вот в некоторых культурах, например, белые хризантемы, они как раз-таки траурными цветами являются. Поэтому преподносить их в качестве подарка своей возлюбленной на них в коем-то очень нельзя. Свадебный букет – это отдельный вот раздел. Это твоя любимая тема. Да, почему нет, совсем скоро свадебный сезон, и молодым невестам нужно тоже задуматься о том, какой букет будет украшать ее в день ее торжества. Букет для невесты составляется из нежных, таких теплых, светлых цветов, лилии можно, или орхидеи. Розы, наверное, грубоваты будут немного для свадебного букета. Но смотря какие розы, они тоже бывают разные. Может быть, какие-нибудь маленькие розочки. Но это все знают флористы, друзья. Особо вот оговариваются, конечно, в цветочном антикете сезонность и привязка к определенным праздникам. Например, весной больше принято дарить первоцветы, тюльпаны, мимозы, как раз-таки о которых ты говоришь, желтого цвета. Но ты знаешь, вот как ты относишься к мимозам? Ты выносишь их запах? Честно, да. Потому что это еще как-то с детства, наверное. Мы собирались все за большим столом. У нас в нашей семье очень много девушек, женщин. Поэтому для нас это традиционно, наверное. Вот как-то принято так. Потому что некоторые цветы, на самом деле, имеют большой такой аромат, который дома просто ставить нельзя. Например, те же лилии, которые безумно, мне кажется, красивыми цветами, но дома они могут привести к тому, что у вас, если у вас аллергия, то какие-нибудь приступы будут. Поэтому с этим тоже нужно быть аккуратным. Ну и собираясь преподнести цветы, необходимо помнить, что делать это нужно с любовью, искренне и от всей души. Как сделал ты ранее. Я, да, я старался. Я вот, прямо честно тебе говорю, с любовью и искренне это. Даже вот вижу все в твоем платье, как будто бы я знал. Кстати, друзья, совсем скоро мы ожидаем гостя, флориста, который расскажет, подскажет все тонкости цветочного искусства и не только. Да, друзья, и я надеюсь, что как раз-таки много полезного вы наберетесь, да, слушая нашего флориста, нашего профессионала и будете, может быть, потом уже даже самостоятельно готовить не только такие букеты, но, может быть, какие-то экипана и так далее и тому подобное. Предпраздничный эфир у нас сегодня. Всех еще раз с наступающим праздником. Отличного, бодрого утра и хорошего настроения. Мы, друзья, продолжаем наш эфир, и у нас, конечно же, музыкальная пауза впереди. Шарап, Арно, Прицеп, Вочи И все, кто живет здесь. С улицы мы получали в наследство, опыт росли головой и телом, жили по совести, занимались делом. Музыка помогала подниматься, творчество давало сил развиваться. Чебоксары, как молоко мамы, силы давали, такие панорамы, проспекты, районы, причалы, бульвары. Сделал свое дело, это все Чебоксары, да, мой милый город. В нем живем, творим и поем мы. Он родной такой, он так нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город. В нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам дорог. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары, милый город В нём живём, творим и поём мы Он по-прежнему нам дорог Здесь исполняются все твои мечты Мой город, мой родной город Я живу в тебе, ты живёшь во мне, мой город Я люблю тебя, не забуду ни одного дня Мой город, мой родной город Я живу в тебе, ты живёшь во мне, мой город Я люблю тебя, не забуду ни одного дня Мечтай, твори, пиши, люби, живи Это твоя судьба, это в твоей крови Это как ясный день, это как млечный путь Дыхание города с тобой живет путь И пусть будет так, как хочешь ты Мечтай, твори, пиши, люби, живи Я это точно знаю, я в тебе уверен Мой город Чебоксары, временем проверим Чебоксары, милый город В нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему надорог Здесь исполняются все твои мечты Чебоксары, милый город В нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему надорог Здесь исполняются все твои мечты Чебоксары, милый город В нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему надорог Здесь исполняются все твои мечты Чебоксары, милый город В нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему нам дорог Здесь исполняются все твои мечты Здесь исполняются все твои мечты Здесь исполняются все твои мечты Друзья, это Будильники Шоу Мы продолжаем наш предпраздничный эфир Говорим сегодня о цветах Но не можем о другом Мы просто сегодня говорить, правда, Максим? Да, друзья, ну вот это Чебоксары, сердцу дорог Мне как-то сейчас впало это в душ И я надеюсь, что как раз-таки Скоро наш город зацветет Будет благоухать и пахнуть, друзья Наконец-то весна, наконец-то Замечательный, красивый, международный Между прочим, день 8 марта Да, Максим, ну, коли же мы заговорили О цветочном этикете Скажи, тебе когда-нибудь дарили цветы? Да, знаешь, мне дарили цветы, да И вот когда мы говорили с тобой О количестве лет У меня бы маленькие вели И мне дарили именно Преподнесли именно Такую вот охапку, как говорится Вот этих вот Ну, розочек Я бы не сказал, что такие большие роз розочки Но это было, да, интересно Ну, вот мужчине принято преподносить Букеты из скромных, строгих цветов Гвоздик Допускаются розы, тюльпаны, пионы даже Представляешь? Будет он скромным Букет, то есть даже скромно оформлен Без вычурных деталей и декора Знаешь, я вот вспомнил, например, свою творческую деятельность Ну, поскольку уж я все-таки на сцене, да И про цветы мы заговорили Мне однажды подарили Знаешь, какой цветок? Он один большой, но он сделан из плюша Это было, безусловно, как-то вот, ну, ошарашенным Вот я был там на сцене Но это прикольно До сих пор живет у меня на стене так висит, знаешь, как напоминали О былой славе, друзья Кстати, да, сейчас очень оригинально дарится не просто букет, а букет И там из цветочков мыло, мыло То есть не настоящие цветы, а сделаны такие красивые композиции из мыла Ну, вообще, конечно... Или из конфет О, вот из конфет я получил бы, конечно, ну, наверное, нет К летнему сезону надо, друзья, все-таки конфет поменьше есть А вот цветы, да, благоухание, аромат цветов как раз-таки может помочь вам справиться с избыточным весом Об этом мы тоже будем говорить чуть попозже, друзья Ожидается у нас с вами еще и гость, который будет рассказывать о том, какие цветы кому как собирать Какие кому как цветы преподносить Но оказывается, вот ты знаешь, интернет мне в помощь, друзья Я читаю сейчас интересную вещь Существовал особый язык цветов, селам он так назывался С помощью которого люди, даря те или иные цветы, могли выражать абсолютно любые чувства То есть этот этикет, это не просто придумка чья-то Это все-таки издревле идет вот эта вот система взаимоотношений между людьми И в особенности между, мне кажется, все-таки возлюбленными Вот смотри, так веточкой цветущей вишни можно было признаться в любви По количеству цветков гиацинта назначался день свидания Представляешь, мне подарили тебе, например, какой-нибудь букетик И ты считаешь, это как на ромашке, любит, не любит, не любит, не любит А ты считаешь так Максим, давай, что означает этот букет? Этот букет означает то, что я тебя поздравляю с наступающим днем 8 марта Вот, а, например, посылая даме розу с миртом, рыцарей предлагали руку и сердце С надеждой ждали от избранницы Маргаритки в знак согласия Мне кажется, нужно покопаться, учитывать вот эти какие-то традиции Интересно, оригинально, вот такой подарок Слушай, когда тебе твой будущий супруг дарил цветы, ты ему Маргаритки дарила? Нет, я просто сказала да, в один прекрасный день, да Он как рыцарь встал на одно колено, приподнялся тебе, там, я не знаю, открыл вот этот вот замечательный футлярчик с кольцом с бриллиантом, все дела Было такое Когда-то хочется, чтобы было такого почаще, то есть цветы, я имею в виду Но, мне кажется, уже накануне праздника их будет больше и больше Ты можешь обратиться к своему возлюбленному и сказать, дорогой, если ты меня смотришь, то... Я хочу обратиться ко всем мужчинам То есть не жалейте цветов, не жалейте хороших, приятных слов в адрес ваших любимых женщин Ну, мне кажется, сегодня нет вообще людей, которые жалели бы на цветы, на такие цветочные подарки, свои силы, внимание и средства Потому что в доступной вот такой вот у нас, так сказать, среде, или как это можно выразиться, друзья, везде цветы есть, на каждом углу можно купить и собрать букетики Не обязательно дарить даже большой букет, а можно просто подарить какой-нибудь красивый, нежный, ароматный, молодой цветок, если это ваш возлюбленный Ну и необычный какой-то букет, о котором мы говорили ранее Всем отличного утра, бодрого настроения Друзья, мы обязательно продолжим после рекламы говорить о том, какие цветы необходимо кому дарить Минеральная вода «Волжанка» Минеральная вода «Волжанка» имеет трехвековую историю Пройдя путь от небольшой водолечебницы до современного предприятия «Волжанка» – это все та же уникальная ундоровская минеральная вода, но сегодня доступная для вас Минеральная вода «Волжанка» – история из поколения в поколение Успей купить пальто со скидкой Только 10 дней Скидка 10% И снуд в подарок Фабрика пальто «Белла Коллекшн» ТРЦ «Каскад» – третий этаж Яркий солнечный свет ослепляет вас за рулем Хотите повысить безопасность и комфорт при вождении автомобиля? Решение есть! Оправа солнцезащитной магнитной насадкой Акция «Навстречу солнцу» Только до 31 марта со скидкой 50% Минеральная вода Мегамол на день рождения Все придем мы без сомнения 19 марта веселимся в звездной компании Для вас принцесса Мегамол Гала-концерт звезд чувашской эстрады Подарки и призы Старт в 12 часов Подробности на сайте megamol.ru Без возрастных ограничений Лови момент! Весь март в магазине «Светофор» Свинина 139,90 за килограмм Гречка 3 килограмма 149,90 На свете нет ничего дороже родного дома Родной деревни Родного народа Это наш дом Мы здесь живем Это наш дом Дом без хозяина не бывает Это наш дом К нему мы очень долго шли Чувашия теперь нам родная Мы ее любим В родном доме и стены помогают Это наш дом Давайте дружить домами Проект реализуется при поддержке Мининформ политики Чувашия Чебоксары во всем для меня милее Нижнего Новгорода Так сказала о столице Чувашии Императрица Екатерина II Когда путешествовала по Волге И знакомилась с губерниями Российской империи У города более чем 500-летняя история Увлекательная прогулка по Чебоксарам Расскажет вам о важных датах и событиях Чельхем Санбат-танде ущиды дадам Шухашлама в рентрине смана Рецепт дня Мы продолжаем эфир Сегодня он праздничный, яркий, цветочный Как варенье, друзья, я бы сказал бы просто На самом деле мы сегодня говорим о цветах И будем говорить не только о том, как наслаждаться цветами Вдыхая их аромат и смотря на них визуально Ну и что можно сделать из них вкусного Ну и полезное Ты когда-нибудь пробовал варенье из лепестков роз? Да, я пробовал варенье из лепестков роз Ну на самом деле, да, очень интересный такой продукт И необычный И в принципе достаточно доступный Ну доступный и немножечко дорогой, я бы сказала Потому что, ну, во-первых, не отличается он от варки варенья малинового или клубничного Просто... Сейчас ты вспомнила клубнику, захотелось мне прям Просто вопрос, как найти лепестки роз? Где приобрести свежие, чтобы они были ароматные? Ну да, если, наверное, ты делаешь самостоятельно это варенье То, конечно, ты задумываешься о том, что Ну, на своем садовом участке нужно вырасти розы Причем в большом количестве Потому что там, я не знаю, 100 грамм этих лепестков Это штука, большое, огромное количество роз Не знаю, не мерил, не могу сказать Ты знаешь, вот если на моем садовом участке растут розы Но один раз, максимум, я приготовлю варенье из роз Ну, а далее у меня рука, наверное, не повернется А, ну, ты знаешь, я тебе могу подсказать, что шиповник зацветет И можно его, мне кажется, вместо роза А, ну, это совсем чуть-чуть другое Совсем чуть-чуть другое Мне нравится, как ты говоришь, совсем чуть-чуть другое Не знаю Но из лепестков роз, конечно, это вот прям вот такой удивительный продукт Такое варенье, да, не только вкусное, но и полезное, но и ароматное, конечно же Вот он, например, регулирует пищеварение Смягчает боль в горле Вот для нас, наверное Активизирует обмены и процессы в организме Это тоже очень важно, друзья Благотворно влияет на работу кровеносной системе А смягчает боль в горле, конечно, для нас важно Для того, чтобы выходить в эфир и вещать для вас, друзья Ну и, конечно же, самим никаких не испытывать неудобств Вообще обладает противовоспалительным действием Что сейчас, вот в такой период слякоти, мне кажется, очень важно Самое время открыть баночку варенья из чая Да, 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 мы же заготовили, действительно Его так же, как малина, так же, как клубника Но, друзья, на самом деле можно розовое варенье из лепестков роз купить и в магазине Но один раз, может быть, и можно как бы потратить И там очень много витаминов Оно богато кальцием, калием Там есть медь, йод, железо, магний, цинк, фосфор Представляешь, что это? Да, и, друзья, поэтому оно снимает симптомы аллергии Крепляет иммунитет, борется с инфекциями Улучшает работу почек и печени Вот ты говоришь, можно пойти в магазин и приобрести Но не так легко это сделать Может быть, не в каждом магазине есть, на самом деле Да, в продаже не так-то просто Давненько уже, как бы, не занимался тем, чтобы купить себе розовое варенье Поэтому лучше в домашнем производстве изготовить самому Ну, конечно, домашнее всегда лучше Попробовать хоть раз Попробовать хоть раз изготовить? Да Ну, знаешь, это не ко мне Я пытался однажды варить варенье, больше не хочу Нет, оно получилось, если ты об этом так вот задумалась Нет, оно получилось Ну, просто это так долго, лучше пускай делает это те, кто умеет Ну, в европейскую кухню розовое варенье пришло из восточных стран Где это лакомство довольно распространено Вот в Турции варенье из розовых лебезков считается национальным блюдом И называется оно гюльбешекер Ммм, как интересно, как ты выговорила это слово, гюльбешекер Ну, мне кажется, да Вообще, восточные люди, они любят такие пряности различные Какие-то необычные в кухне приготовления и специи и так далее там в воду А для нас варенье из малины, из клубники самое то Мне кажется, это твое любимое Ты раз в десять упомянула варенье из малины, клубники А есть еще крыжовник, есть еще черная смородина, красная и так далее, и так далее Даже из тыквы, даже из кабачков в этом варенье Ох, вот это интересно Да? Мне кажется, когда-нибудь мы об этом тоже поговорим Обязательно поговорим, да Но это, мне кажется, в летнем сезоне, когда мы уже будем собирать урожай Ну, а пока что, друзья, мы продолжаем наш цветочный эфир Говорим о цветах, совсем скоро в этой студии появится человек Который знает о цветах все, а может быть дальше и больше И будет рассказывать нам, кому какие цветочки собирать, как это делать И даже, наверное, покажет, как это будет Оставайтесь с нами, не переключайте волосы В Денький шоу Оставайтесь с нами, не переключайте волосы Оставайтесь с нами, не переключайте волосы Санжен Бахтар Хевелли Их херарам херарам Тем же не зеваскарам Жин повещи курсан Пере ваша варман Тем же не зеваскарам Их херарам херарам Жин повещи курсан Пере ваша варман Их херарам херарам Убашку санын мааре Ачу сем шин шишкале Черендий чун хавале Убашку санын мааре Их херарам херарам Ачу сем шин шишкале Черендий чун хавале КОНЕЦ Их херарам херарам Куйга башир лахмара Санын халмалаллах Бурныш баутмаллах Куйга башир лахмара Их херарам херарам Санын халмалаллах Бурныш баутмаллах Их херарам херарам Санын халмалаллах Бурныш баутмаллах Их халмаллах Их халмаллах Бурныш баутмаллах Их халмаллах Субтитры подогнал «Симон» Утренний гость Ну что, друзья, мы продолжаем наши замечательные цветочные темы. Говорили, что у нас в утре появится обязательно гость, который знает о ответах все и даже больше. И вот, наконец-то, в студии появляется Юлия Чащина, которая будет нам говорить сегодня об этих замечательных, красивых, нежнейших, я не знаю, творениях природы, которые, мне кажется, не превзойдет ничто рукотворное. Доброе утро, Юлия. Ну и, конечно же, с наступающим праздником. Спасибо большое. Кстати, да, если с наступающим праздником, то вам часто дарят цветы? Так как я флорист, мне цветы... Нет, не часто. Даже я бы сказала, что мне их вообще не дарят. Почему? Потому что боятся? Потому что боятся. Именно того, что я начну смотреть, разглядывать, профессиональным взглядом вот это все оценивать. И какой-то опыт уже был, видимо, да? Да, был. Юля, все-таки вы так, это критично относитесь, когда вы по отношению к цветам? Думаю, что да. Но когда ты насмотрелся огромного количества букетов, ты все-таки приходишь к тому, что чем проще цветы, чем проще букет, тем и приятнее его получать. Потому что он более искренний, мне кажется, правда ведь? Юля, а вот с какого момента вы пришли к тому, что вы стали флористом? И вообще, что такое флористика? Это какая-то наука, либо это какая-то национальная особенность, которая перекочевала в другие народности? Что это такое? И где этому учиться? Вот мне интересно. Вот, кстати, да. В Россию флористика пришла не так давно, совершенно недавно. Буквально, могу соврать, но, может быть, лет пять только появилась такая профессия, как флорист. До этого вообще, в принципе, в России не существовало такой профессии. Я училась на биолого-химическом факультете, ботаника, вот это, скорее всего, очень повлияло на меня. Вообще, флористика, это, скорее всего, что-то такое европейское, скорее, но оно нас уже догоняет, мы начинаем гордиться собой, мы продвигаем флористику, в том числе и в Чебоксарах. Мы как-то стараемся, чтобы флористика, это сделала что-то больше, чем просто продавец цветов. Это больше искусство стало, потому что флористика на самом деле искусство. Ну, все правильно, потому что я почему-то задаю такой вопрос, например, в восточных странах и дальневосточных странах есть такие кибаны, да, это же тоже язык цветочный, где каждый букетик означает что-то, ту мысль, которую даритель хочет донести до одаряемого. У нас все-таки не так, наверное, продвинуто это среди обывателей, но, наверное, флористы знают, наверное, флористы знают, что можно с чем сочетать и как это будет, какую эмоцию вызывать. А вот, возвращаясь к вопросу Ани, как раз таки, а где вот учатся на флористах? Есть ли у нас какие-то специальные учебные заведения? Куда-то вы едете специально, получается, получать квалификацию. Учатся по большей степени в больших городах, это Москва, это Санкт-Петербург, Казань, там все, в принципе, голландская, датская школа, то есть все у нас пришло, у нас либо Европа, либо Япония, Китай, вот как-то мы между ними, вот там вот здесь. Ну, у нас такая большая страна, а вы как раз таки между Европой и Азии. Ну, Голландия, наверное, потому что это столица цветов, да? Ну, да, да. Откуда вы привозите такую красоту, рассказывайте? Это все Голландия, Эквадор, Колумбия, это самые главные поставщики цветов, которые приезжают к нам. Юль, вы счастливый человек, мало того, что вы общаетесь с этими замечательными творениями природы, вы вдыхаете их аромат, я вот просто его сейчас слышу, а, к сожалению, наши телезрители и радиослушатели не слышат этого аромата, но они на самом деле, эти цветы очень благоухают, и как-то они так настраивают на какой-то такой нежный и позитивный лад, правда ведь? Но красоту они это увидеть могут. Юля, что сегодня будет создавать? Сегодня я сделаю для вас букет из более актуальных цветов на данный момент, это разного сорта эвкалипты, это розы странноватого цвета. Так, вот об этом поподробнее, странноватые розы, это как? Это такие розы, которые, в принципе, мы не совсем привыкли видеть, это что-то вот таких вот кофейных, пудровых оттенков, нежные, блеклые какие-то, это не сравнит, конечно, с ярко-желтыми, оранжевыми, бордовыми цветами, но эти розы, они обладают своим каким-то изяществом. Так, я вижу сирень. Да, сирень. Кстати, не удивляйтесь, это голландская сирень, все это выращивается специально и приводится к нам в Россию издалека, поэтому мы имеем возможность радовать их и зимой. Вот вы говорили, из Эквадора, из Голландии, еще какую-то страну назвали, и это вот как-то все, самолетами, выставляете к нам в Чебоксары? Да, сначала летит в Голландию, из Голландии это потом все в Москву, из Москвы это все в Чебоксары. Вкусный процесс. Ну, на самом деле, видишь, да, долгие, и главное дело, что с этими цветами вы можете окунуться в ту атмосферу, где они произрастали. Ну, вы как ботаник, наверное, знаете, да, что одна и та же розочка одного и того же вида, спросите, могу ошибиться, в разных условиях будет совершенно разной. Ну, могу согласиться, но не во всем. Не во всем, хорошо. Ну, мне кажется, по такой инструкции, как собрать такой экспресс, да, букет, посмотрев наши телезрители, смогут тоже это сделать, да? Я думаю, что они смогут насладиться, восхититься совсем скоро, друзья, буквально после очередной паузы, мы вернемся в студию, и Юль будет собирать букет, объяснять, какие цветы кому подходят и что они символизируют. Будельки шоу, друзья, продолжайте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Утренний гость Праздничный эфир у нас сегодня. Говорим на ароматную тему цветов. Я уже чувствую этот запах. Я тоже его чувствую. Утренний гость у нас, Юль Чащина, создает замечательный букет для вас, для нас, для того, чтобы показать, как нужно создавать эти композиции. Очень много различных цветов, именно какие и почему именно эти цветы Юль сейчас нам будет объяснять. Вот казалось бы, легко собрать букет. Раз-два, завязал, узелочек и готово. На самом деле это не так. Нет, это совершенно не так. Существуют техники специальные, которым нужно учиться по составлению букета. Нельзя просто взять в охапку цветы, чтобы это получилось красиво. Нет, такого не бывает. С первого раза это, думаю, что не получится составить букет. Правильно. Именно по композиции, чтобы была правильная гамма, гармония, да-то все. Юля, а есть ли вот какое-нибудь ограничение? Какие цветы, например, какого сорта или вида друг с другом не могут находиться? Именно с композиционной точки зрения, либо с точки зрения этикет? Не думаю. Я думаю так, что в любом случае любой цветок с любым цветком можно сочетать. Единственное, что там есть некоторые нюансы. Это уже химия. Некоторые цветы просто не могут стоять друг с другом. Но в букете это будет смотреться неплохо. То есть, если это подарить как разовую красивую композицию, это можно создать? Да, конечно, это без проблем. Либо для какой-нибудь презентации того, как ты можешь создавать букеты. А вот вы заговорили о техниках, Юля. Что вы можете посоветовать нам, обывателям, которые хотят, например, в садовом участке вырастили цветочки, собрать какую-то красивую композицию? Что вот, какие азы можно раскрыть? Так, могу сказать. Для этого вам, в принципе, понадобится исключительно конус, конусообразная, только в обратную сторону ваза. Тогда в этой вазе будет очень хорошо распадаться цветы. И вы просто ставите их туда аккуратненько по высоте, само собой. Вы смотрите высоту вазы, высота цветка, чтобы он не спадал аккуратно. И шапкой вы это расставляете. Все, в принципе, очень просто, но там есть свои нюансы. Но есть нюансы, о которых сейчас нам есть. А, кстати, по моде, по сезонной моде вот какой-то, есть ли какие-то тенденции, новшества, что вот именно этой весной нужно дарить или этим летом? Сезон 2017, да, по всему цвету. Кстати, да. Вообще, в принципе, во флористике такого, ну, я не могу сказать, что есть что-то такое, как законодательное. Единственное, что это цвет, оттенок. Сейчас в моде в 2017 году будут оттенки насыщенного зеленого, глубокого зеленого, несколько оттенков. А так, тут же понимаете как, вот что на душе, вот ты делаешь, и ты это даришь. Не может быть закона какого-то то, что вот тут вот у тебя лежит. Не может быть. Ну, даже есть некие названия. Пыльная роза, розовый кварц. Пепел, розы, да. Какие ты знаешь названия, я первый раз их слышу. Это здорово, что вы это знаете, это очень клево. Я, может быть, когда-то в будущем тоже буду собирать вот такие цветы, но любительских. Ну, сейчас ты научишься, Юля покажет. Ты обратил внимание, что у Юли даже оковчиков цвет для того букет, который собирает. Как такое, сама как букет такая пришла и собирает. Это весна. Это весна, это весна красна, да. Посмотрим, что у Юли сегодня на душе с самого раннего утра, потому что композиция собирает прямо здесь, онлайн, сейчас. Вот радиослушатели не видят, к сожалению, но зато телезрители. Кстати, всем радиослушателям, можно сказать, включайте национальное телерадио, как раз таки, да, и смотрите нас в прямом эфире и увидите, какую красоту мы здесь собираем. Вот у меня прям как-то вот сирень в начале марта очень-очень пригвозила. Причем, вот обратим внимание, здесь сирень, здесь странная роза, а здесь гвоздики даже, и все сочетается. А Юля, а скажите, вот эти странные розы, они выращиваются прямо такого цвета или они как-то красятся? Это сортовые розы, они выращиваются уже такие, это генетически измененные розы, поэтому... Есть крашеные, конечно, но это сразу видно. Это такие растут, их специально выводят. Очень здорово. А вот эта веточка, которую мы только что взяли, это как называется? Это статица, его еще называют бумажный цветок. Это сухоцвет, да, сейчас он абсолютно живой, если его просто поставить без воды, он засохнет в таком виде и останется на сухоцветке. Ой, как интересно. Юль, а красите ли вы цветы вот каким-то баллончиком или каким-то ки... Нет, сейчас это считается моветоном уже. Вот так, потому что я помню, были в моде розы с блестками. Ты знаешь, как мне вот всегда мне не нравилось, я думаю, какой все-таки это вот, не знаю, я не думаю, что это мой бетон, но мне казалось, как это вот живые розы взять, обгадить. Вот, друзья, прям вот этими красками, ну вот видишь, на самом деле флористика не стоит на месте, и селекционеры, наверное, да, и правильно сказать, не стоят на месте, постоянно развиваются, и оттенки ищут, и формы, наверняка ищут, чтобы розы и те же различные другие цветы приобретали какие-то новые формы. Юль, кому такой букет дарить? Для кого? Скорее всего, это букет для молодой девушки с откусом, так что ли? Незамужней, мне кажется, да? Может быть, да, только с того, что он очень легкий, воздушный, но я всегда говорю, не нужно лишний раз женщине говорить о ее возрасте. Если женщина в 60 лет дарить ей, ну, 100 роз бордовых, ну, для чего? Юля, а если бы я подарил, например, ну, условно так, да, знакомой, например, даме, которая за, ну, бальзаковского возраста, я бы ошибся с выбором такого букета? Нет, конечно. Я думаю, что нет, потому что я смотрю, какая это красота, мне кажется, мне понравилось, и я бы от души подарил. Вот есть ли какие-то все-таки ограничения, когда тебе нравится какой-то букет, вот его нельзя дарить тому именно человеку, или все-таки это все условно? Я думаю, что это все условно. И про желтый цвет это тоже все условно. Правильно, потому что кто-то любит желтые цветы. Вот прямо сейчас Юля создает нам букет, и прямо сейчас, мне кажется, мы увидим, как это творение, и как это будет выглядеть все в композиции, друзья. Ну, и Юля чаще так это все делает быстро. Казалось бы, просто охапка цветов, просто сбор, да, какой-то. Для меня это не охапка, для меня это, на самом деле, настоящий букет. Причем... Ну, как говорила Юля, да, не просто так, я продаю цветы, а я сознаю вот такую красоту. Приятно, что это вошло в моду, то, что украшают цветами различные праздники, да, свадьбы, юбилей, не только, какие-то презентации, наверное, да. Потому что раньше такого не было. Это очень здорово, что мы к этому пришли, что люди хотят этого. Мы ужасно радуемся, флористы, мы флористы, я имею в виду, мы этому ужасно рады. Дарите цветы, пожалуйста. Да, говорите это в камеру, Юль, не стесняйтесь, пусть люди дарят цветы, на самом деле, и цветут сами, как и благоухают, как эти замечательные, потрясающие композиции, которые стоят Юлия Чащина у нас здесь в прямом эфире. Мы после паузы вернемся в студию и обязательно покажем, что же получилось у нас, друзья, с этими замечательными цветами, уже в окончательной форме. Ну, а Юлию Чащина говорим большое спасибо за то, что вы были с нами в этом утреннем эфире. Приходите к нам почаще, так же цветите, так же благоухайте, как те творения природы, с которыми вы работаете. Спасибо большое. И с наступающим праздником, с 8 марта. Спасибо вам огромное. Счастья и цветов. 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Юлечка, спасибо вам огромное. Вы просто потрясающе создали настроение. И нам, и этот запах восхитительный. Я думаю, что все телезрители оценили творение ваших рук. Все сегодня при цветах. Я в том числе. Все девушки. Все цветут и пахнут. Все довольны, все счастливы, потому что весна, потому что праздник. Поздравляем всех радиослушателей с этим замечательным днем. Предвосвещая это событие, хочется пожелать вам всего самого доброго, любви, благополучия, цветочного настроения. Цветите, благоухайте и пахните. И пусть все у вас случается так, как вы сами себе того хотите. Это «Будильники шоу». С вами по-прежнему Анголицына, Максим Попов и Юлия Чащина была с нами в прямом эфире «Будильников шоу». С вами по-прежнему Анголицына.